всем привет дорогие друзья мы сегодня с вами идем в зару посмотреть что нового есть в осенней коллекции я приехала в большой просторный магазин надеюсь что мы здесь увидим какие-то интересные вещи кое-что примерим конечно же как всегда мы с вами делаем вот смотрите какой прекрасный тренч за 100 долларов много джинсы причем такой смотрите интересные джинсы вот такого синего цвета я люблю этот магазин здесь меньше людей здесь порядок это подальше от моей работы от моего дома но мне нравится здесь удобнее снимать потому что в том где я обычно снимают там такое столпотворение невозможно отойти и посмотреть вещь как следует посмотреть какие интересные курточки джинсовые коротенькие из такой странной джинсы темно-синие такой джинсы даже не не вот такой вот потертый а такое такой интересный джинсы идемте посмотрим украшения вы знаете я всегда обращаю на них внимание цепи 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 и замки боже они такие тяжелые 30 долларов какие же они тяжелые значит два цвета золотое и серебро и прям такой вот настоящий замок реально вот такие большие-большие клипсы за 28 вот такие интересные сережки да и хит сезона это жемчуга жемчуга сейчас в тренде жемчуга это просто вот сейчас самый топчик вот такие большие-большие бусы и мне очень нравится так посмотрим что еще тут есть еще украшения нет если эти всякие носочки прикольненькие какие милые носочки носочки не отступать я вам хочу сказать носочки до сих пор в моде еще потом посмотрим там украшения дальше там еще есть украшения так а то здесь все мрачно какая-то мрача смотрите вот снова такой вот бомбер бомбер такой как вот типа джинсовые вот эти вот куртки только из не из джинсы а из а из ткани такой плащовой такие вот серьги белый такой жакетик они каждый год делают эти короткие жакеты такая вот связанная связанная связан свитер с рукавами из ткани ну это так я не знаю могу сказать что мне это очень нравится так вот это платье я вам кстати показывала уже в горошек с какой-то скучный у нас скучный угол мы с вами зашли ну какое красивое платье видите из такого разноцветного такого как great great цветов идет очень красиво мне очень нравится вот так что у нас тут еще шляпы платочки зонтики прозрачные зонтики такие кстати зонтики зарубские что-то раньше не было мне кажется у них а может и были так плотки какие-то целый целый капор так идемте посмотрим украшения там были с другой стороны ну мы это все видели вот этот большие серьги я вам показывала здесь шарфы такие вот интересные видите такого цвета выкрашения совсем мало а вот там еще есть сейчас мы пойдем поснете слушайте вот это я видела у них онлайн вот в этих special price вот эти вот кончо такие прозрачные мне даже нет это не специально это обычная кончик не знаете она понравилась вообще как идея но при ближайшем досмотрении она совсем такой тонкой тонкой она стоит долларов двадцать семь мне понравился именно вот этот эти было пятьдесят пять сейчас двадцать и его раз вот этот именно серый цвет ну что-то она мне так живь я живьем не впечатлило этническая курточка типа джинсы и джинсовая такая знать как ткань как джинса но она такой из зеленого такого болотного цвета вышивка очень эпическая люрекс нас не покидает много лет ну а здесь вот такие вот красоты есть какие-то страсти-мордасти а здесь вот у нас стразы 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 посмотрим еще украшения что-то ничего особенного и поиск стать красиво вот это вот эти пояса 65 долларов я думаю что они кожаные очень долго вот такие вот интересные пояса интересно так завязывать если найдут в сайте картинку покажу вам 20 долларов а вот есть такие серьги к этому к этому ожерелью с замками а здесь прям замок ключик 27 все как положено есть такие же золоте украшения здесь как-то не особенно украшения нас очень быстро разбирают потому что цена неплохая а вон еще украшения но есть украшения тоже подорожали стали тоже не дешевая какой пояс я вообще люблю такие когда у меня была тонкая талия мне очень красиво были вот такие широкие пояса сейчас как-то уже уже не то пальто смотрите какое интересное колье за 40 долларов значит я так понимаю что здесь вот это вот отгибается он как чокер видите так отгибается нужно надевать его на шею красиво мне нравится вот что-то интересное вон там наверху какой-то какой-то чокер серьги серьги ну в общем так неплохо но ничего особенного так тут еще тут серебро смотрите такое я люблю монетки сетки старинные серебро 29 долларов неплохо вот цепи просто это пояс кстати вот такой в общем трудно объяснить как это завязывается 39 долларов шнурок и вот такая вот штука это все как-то надо завязываться обвязывать вокруг курточки да да что то здесь как-то скучно дружится джинсам интересно жиле смотрите какой интересный в общем то это жилет в общем то это топ он как будто бы такой видите он сзади открытый 45 долларов он стоит как будто бы он не застегнутый или вообще какой-то кусок джинсов каких-то отрезанных очень интересно и вот такой вот видите плащик за 100 как будто бы просто вот так его отрезали небрежно не подшили вот интересный костюм жилет и брюки сумки всякие очень много джинсы посмотрите это такой комбинезон ой нет это платье короче непонятно что здесь происходит с ним красивое красивое платье за 40 долларов а нет это 40 евро у нас это будет дороже стоить безусловно в общем сумки всякие сейчас пойду на второй этаж что-то на первом этаже привет я тут отражаюсь что-то на первом этаже ничего интересного а здесь как будто бы такой знаете такой спорт спорт кежу стиль платья вообще не нашла ни одного пойдемте наверх так здесь тоже что-то мрачное такое все но осень да ой что-то совсем мне ничего не нравится девочки ну я что-нибудь найду примерять конечно но ничего не такого знаете я же люблю вот такое все веселенькое такое какое-нибудь яркое красивое а тут что-то такое может это только начало ну вот прям такое осеннее при осеннее страсти какие-то нет что-то мне ничего не нравится здесь даже не знаю даже не знаю что будет примерять пока что мне ничего не нравится еще может погуляю что-нибудь найду но уж не точно вот это точно брючки я не буду примерять хотя это прям был тренд тренд или вот такое вот серебро драный такой свитер с напылением и с золотым вот эти мне кстати нравятся свитера но я как-то свитера еще не хотела мне как-то хотелось что-нибудь такое более более такое еще летнее посмотрите какая жилеточка корточка жилеточка коротенькая тоже идей нету но и товару как-то мало я думаю что у них еще межсезонье и особенно не завезли так вот эта комбеза из джинсы за 80 долларов если надо свой размер примерим мне интересно какие-то свитера ну в общем короче девочки мне кажется что я обошла все джинсовое платье наверное у нас сегодня будет примерка джинсы потому что я и кроме джинсы ничего интересного здесь вот джинсовые сапаки кроме джинсы ничего интересного честно не вижу как-то мне что-то ничего не нравится все выключаюсь иду искать вещи где-то мужской иду искать вещи для примерки всем привет друзья мои мы в примерочной в Заре и надеялась я что будет недолгая небольшая примерка в результате вот у меня столько одежды потому что я сначала набрала много джинсы думая что больше ничего я не найду интересного а потом под самый конец возле самой примерочной я нашла такие интересные вещи я вам сейчас покажу ну прям такие знаете дизайнерские можно сказать так я быстро себя показываю у нас сегодня большая примерочная самозахвата меня в ней не пускали но я сама в нее влезла значит платье на мне такое такое странненькое немножко такое все знаете тоже из Заре кстати жакет косоножки в цвет и украшение у меня сегодня просто бижутерия вот такая зелененькая у меня есть такой набор кольцо видите кольцо кулончик и вот такие вот сережки тоже зеленые маленькие никакая ничего просто вот я даже не знаю пластик или стекло в общем края короче мне нравится смотрите как красиво а ну всякие колечки у меня тут ну короче давайте будем примерять примерка начинается с большой неудачи девочки как видите зон в который я не влезла показываю показываю вот так себе сзади боком потому что я не могу его застегнуть я сейчас сниму его на вешалке вам покажу он такой красивый симпатичный но я в него не влезаю и это размер ларч представляете как неудачно первый блинком что же он зараза такой маленький размер ларч вы представляете я вам снимаю этикетку потому что меня просили оставлять эти номера ну вот давайте я вам сниму этикетку а вы можете сделать скриншот вы можете сделать скриншот и посмотреть все номера видите артикль все здесь есть 80 долларов он стоит конвес очень симпатичный вот тут квадратик я не знаю из моей теории помните я вам рассказывала потом мне сказали что это совсем не в соответствии размерам а коллекция короче очень красивый джинс красивая джинса такая потертая очень симпатично вытерта такой красивый цвет и вот он вот так вот здесь он застегивается застегивается а здесь у него замок здесь у него пояс и вот такие вот штанины я не знаю почему такой маленький я в него даже близко не застегнулась все таки ларч я еще влезаю в заре но здесь просто это просто беда у меня тут столько одежды я сейчас боюсь что я что я ни во что не влезу ужас какой ура удача влезла застегнулась и даже в принципе оно на мне неплохо сидит это джинсовое платье на пуговицах полностью очень длинная посмотрите какая у него длина но пуговицы видите вот до сюда только а дальше разрез сидит очень красиво так по фигуре красиво сидит размер large застегнулась и в общем я очень довольна даже плечи мне в общем великоваты и рукава длинноваты как всегда но я не отчаиваюсь рукава можно закатать плечи плечи будут немножко спущенные симпатичное очень платье красивый цвет мне нравится единственное мне не нравится цена оно стоит 100 долларов и мне это не нравится и мне не нравится еще его длина потому что она очень длинная мне кажется что ну я и так небольшого роста я как будто бы знаете как будто бы девочка маленькая если со спины смотреть пионерка сзади надела мамина платье которое длинное понимаете мне как-то выглядит это вот так хотя я в руках но тем не менее оно у меня очень длинное вот так вот вблизи поснимаю потому что будет лучше видно видите вот такая вот она вот такой длиннющий я не знаю что такое длинное они сделали прям до пола до темпа карманов у меня сейчас тоже нет плохо конечно до 100 долларов могли бы уже и кармашки себе орудить так стоит она 100 долларов размер large вот держите номера я еще почему не хочу ну как бы не то что не хочу бессмысленно мне оставлять линки потому что это будет линк на канадский веб-сайт то что я имею и вообще у меня апп то есть с аппликейшн по-моему я даже не знаю можно сделать share но я не уверена что можно оставить линк но по-любому это канадский канадский веб-сайт так что только для тех кто живет в Канаде а кто нет вот посмотрите по артиклу по номеру вы можете его найти на ваших веб-сайтах ваших стран состав не говорю потому что это джинса красивая тоже синяя джинса красивая прострочена в общем все хорошо длинная только и дорогой смело очень смело что-то я не подумала что этот топ такой прозрачный и мне нужно было бы что-то под низ потому что вот он совершенно весь просвечивается значит и вот такая джинсовая юбка тоже очень смелая потому что пуговицы у нее до сих пор а дальше все вот так вот расходятся и вот просто вот так получается вот такой вот вид еще я думаю что она это размер ларч и я думаю что она по идее наверное у меня чуть-чуть маловато а может я неправильно застегнула потому что здесь какая-то двойная застежка ну короче если бы она была немножко мне более свободна она по-моему должна такая спускаться на бедра и тогда вот эта вот последняя пуговица будет немножко пониже не будет так расходиться как здесь но у меня тут прям совершенно такой знаете вид конечно ну ничего девочки я вот стою втяну живот и буду такая стоять как будто бы я стройная на самом деле она меня вся жмет и такие прозрачные кофточки мне нельзя носить потому что у меня здесь как бы не самые не самые как это 6 пак 6 кубиков у меня на пузе уже давно заросли жиром поэтому вот так вот ну не страшно знаете не смертельно еще ничего единственное я по ощущениям чувствую что она мне узкая что она мне маленькая а вообще-то юбка конечно красивая такая очень секси пуговица так вот сбоку и такой вот хоп разрез классно правда прикольно тоже размер ларш тоже смыло блезло мне но мне кажется в нее верно здесь вот какая-то вот еще застежка может я что-то может это вот так надо как-то так чтобы здесь торчало что-то я не поняла ее сейчас я сниму себя и на вешалке вам покажу и тогда мы поймем что здесь с ней происходит ну в общем вот такой ответ значит стоит она 66 долларов 65.90 это был размер large и в принципе ничего здесь да посмотрите пожалуйста вот с фото идти если вам нужен артикл ничего такого здесь нету просто вот действительно просто в два слоя вот здесь вот застежка изнутри чтобы она не распахивалась и вот здесь вот тут пуговицы раз два три четыре штуки довольно высоко они заканчиваются хотя если бы был бы размерчик побольше то она наверное бы это все опустилась у меня пониже а кстати сзади а сзади у нее просто два больших кармана красивых ну в общем джинсы очень много красивой сзади сейчас но все такое знаете вещи все-таки мрачно-осенее особо ничего я вот ну сейчас вот у меня тут будет вещи которые я нашла мне кажется они интересны так дальше еще одна одежка в которой я переоценила немножко свои свои размеры вот такой вот комбинезон он просто вот здесь вот отрезан на груди очень красивые очень широкие джинсы внизу я не влезла в него вообще даже близко значит здесь вот замок сбоку и здесь вот так вот это застегивается как будто бы это замок от джинс и пояс значит хочу сказать про него он стоит 100 долларов размер large и и вот его артиклы и номера но я вам его очень сильно не советую ну во первых он страшно маломерен ну то есть мне надо наверное экстра-экстра во вторых вы знаете как всегда я защищаю зару и говорю что в зале не такое уж плохое качество но здесь вот прямо они напортачили вы знаете я не не люблю лазить и проверять швы там это не мое совсем но тут просто просто какой-то пипец как он ужасно сделан посмотрите вот это вот все так что да я человек справедливый если хорошо то хорошо если плохо то плохо я не буду говорить что хорошо там где плохо посмотрите какой кошмар сделано в Пакистане вот я заметила что вещи которые шьются в Турции или в Марокко например они сшиты неплохо а вот дальше беда просто ужас беда посмотрите ну и размер конечно и размер конечно не знаю если это large я бегемот еще стоит 100 баксов представляете вот такой вот вот очень плохо сделано очень ругаю Зару сама сама не верю своим ушам но я опять же повторюсь если плохо то плохо говорю всю правду как есть так брюки которые мне очень нравятся давайте я вам буду показывать примеряю сначала с этим топом чтобы вы могли их рассмотреть они очень интересно сделаны посмотрите они как будто бы здесь вот отрезаны не подшиты такая вот просто не подшитая ткань и это размер large и они прям такие свободные свободные просторные вот такие как должны быть такого типа брюки понимаете и они мне даже не очень длинные по длине но мне кажется что даже они мне великоваты видите вот как бы наверное они должны быть на бедрах и они мне да на бедрах но как-то мне кажется что они чуть-чуть чуть-чуть ну и может быть мидиум был бы мне маловато я сейчас попробую снять себе сзади чтобы вам показать как они сидят сзади но мне кажется что они прям болтаются как на вешалке но мне очень нравится эта идея они так красиво просрочены значит у меня к ним есть вот такая вот рубашка вот это вот вот это вот что я сейчас их примерю вместе просто я хотела с этим топом чтобы вы поняли как они выглядят когда что-то заправлено внутрь так брюки сзади ну они черные нет вы знаете неплохо они на мне сидят мне кажется что это вот то что мне нужен мой размер посмотрите да ну они прям такие широкие классные классные такие широкие можно было наверное на размер меньше чуть-чуть чуть-чуть можно было меньше мне кажется было бы лучше хотя я не уверена смотрите рубашка я сначала думала что я ее неправильно застегнула но нет она такая должна быть очень прикольная штука она вся разная здесь такие полоски здесь мелкие полоски на рукаве тоже мелкие полоски сзади на спине там вообще целый этот самый целый пазл вот такие вот эти брюки такая вот рубашка она специально вот так вот сделана что она разной длины она так интересно здесь видите прострочена и видите вот здесь вот полоски широкие ну как бы большое расстояние между полосами здесь маленькая здесь рукав такой здесь рукав А здесь рукавчик вот такой вот мелко-полосатчатый. И все это соединено между собой. И сзади там вообще очень интересно. У меня просто волосы сзади плохо снимать. Я вам на вешалке лучше покажу. Это размер медиум. Она довольно большая. С этими штанами, конечно, комплект улетный. Улетный совершенно. То есть ее можно как-то подзаправить. Ну, понимаете, что если ее заправлять, весь ведь кул, кулность ее в том, что вот она вот такая вот кривая. Посмотрите, вот такая она длинная. Здесь она короче. И она вся также сшита сзади. Это размер медиум. Она очень большая, объемная, широкая. Но это ее характеристика. Она должна быть такая. Смотрите. Прикольно же, правда? Я не хочу ее заправлять, именно потому что вся, так сказать, вся интересность ее уйдет. А это именно такой деконструктивизм. Такая, знаете, вот норочитая небрежность, неряшливость. И мне нравится. Я люблю такие необычные, интересные вещи. Прикольные. Мне очень нравится. Но я бы взяла все-таки размер поменьше. Я понимаю, что она должна быть вот такая вот широченная. Но как-то мне кажется, что все-таки может быть с умом, а может и не надо. Прикольно. Так, рубашка 100% хлопок. Стоит она 66 долларов. И вот ее номера. Было, видите, в размер медиум у меня. И посмотрите, сколько здесь всего. Вот, во-первых, здесь вот такая вот строчка. Здесь тоже. Это не рисунок. Это простроченная нитка. Видите, как интересно, да? Ну и вы видите, что она вот такая вот вся разнокалиберная. А сзади, смотрите, как она интересно сделана. Значит, здесь идет кокетка широкая полоса. И широкая полоса идет внизу. А здесь, посмотрите, узкие полоски. Здесь необработанный край. Вот здесь в центре она сшита необработанным краем. Здесь тоже кокетка, видите, на другом уровне. И вот здесь вот тоже она прострочена вот этой вот черной ниткой. Прям очень интересная вещь. Это зад. И вот, видите, он тоже разной длины. Ну, рукава. В общем, интересная штука. Мне понравилась она. Необычная, нестандартная. Но прикольная. И хлопок 100%. И цена ничего такая, 65 долларов. Мне страшно. Я вам еще не показала вот этот топ. Я в нем тут выступала. Сейчас я вам его покажу. Это бадди. Видите? И размер это был large. Стоит он 36 долларов. Но он очень прикольный. Они из разных расцветок. Что здесь написано? А, ну вот, посмотрите, кстати. Я вам обещала. 36 долларов. Вот его артикли. И здесь какая-то... Не прочту, девочки. Вильям ван Хехт. 1593-1637. Картины. Видите как? Прикольно. Это какое-то их художественное... Художественная галерея. Посмотрите. Вот посвящена вот этому художнику. Мне очень стыдно, но я не знаю его. Я не специалист в живописи. Вот. Читайте, если вы сможете. И вот у них вот такие вот, видимо, сейчас есть вот эта вот коллекция с такими вот принтами, как картины. Картины художников. Скульптуры, в общем. Ну, короче. Вот такая история. Вы понимаете, да? Что к чему здесь? Очень, очень живописно и очень реалистично. Как будто вы действительно... Как будто у вас галерея на фузе прям. Прикольно. Так, брички стоят 80 долларов. Размер был large. Значит, у них состав немножко вискозы, 30 с чем-то процентов. Остальное полиэстер и ластан. Хотя, я вам должна сказать, что ощущаются они прямо как будто в этой шерсти. Может, я что-то не поняла в этом. Может быть, это и подкладка выглядит как хлопок. Ну, правда, знаете. Вот, кстати, сделаны они в Турции. И посмотрите, они сделаны очень неплохо. Все вот тут. Видите, и край у них вот такой вот здесь белая подкладка. И край вот такой вот не обработан. Очень интересные брюки. Здесь такой шов. Они, в принципе, должны сидеть на бедрах, складки. В общем, интересные брюки. Хорошо сделаны. Цена не смертельная. Понравились они мне. Ну, и последний комплект, девочки. Это просто бомба. Я от него просто в восторге. Значит, это юбка и жакет. На мне плохо видно. Я потом вам покажу. Опять же, на вешалке. Посмотрите, какая юбка. Она разной длины. Это такой тоже. Такой прямо какой-то дизайнерский. Я даже не могу вспомнить, кого это мне напоминает. Посмотрите, какая юбка. Здесь она длинная. Здесь она короткая. Здесь край не обработан. Это не болтаются нитки. Нитки болтаются, потому что край не обработан. Здесь она сделана как будто, знаете, как будто вот брюках вывернута, когда вот, знаете, ну, вы знаете, это сейчас вот в тренде вот эта вот вошла тема, когда брюки как будто бы имеют, как будто их вывернули наизнанку, их пояс. На самом деле, это специально так сделано, белый. И вот такой вот жакет. Посмотрите, он тоже такой вот белый, такой вот вставочкой необработанный. И вы не представляете, сзади он выглядит как... Видите? Видите? Я вам потом на вешку покажу. Сзади это как будто бы куртка короткая. Как будто короткий полмер, сделанный из черной ткани, совершенно другой ткани. А спереди это вот такой жакет. Широкие плечи. Мне не хватает в этой юбке карманов. Ну ладно, я им прощаю. Рукава мне, конечно, длинные, но вы не представляете, какая это прикольная вещь. Этот костюм. Это что-то. Есть такой японский дизайнер. У меня вылетело из головы, как его зовут? Не вспомню. Может, сейчас, когда разденусь, буду вам снимать на вешалке про гугл и вспомню. Забыла. Ну, неважно. Короче, вы понимаете, это так интересно сделано. Я правильно же это надела, да? Вот так вот с одной стороны оно короткое. С другой стороны оно длинное. И вот этот вот белый вывернутый пояс. И с этим жакетом. Видите, шик. Так, ловите. Ловите артикли. Размер large. Я примеряла. Стоит он 80 долларов. Она, юбка. Посмотрите, как она сделана. Вот смотрите, это верх. Чтобы вы понимали, внутри, как будто бы сделан пояс внутри. А это как будто бы вывернуто. В общем, очень интересный, очень интересный фасон. И вот это, видите, здесь такая... Плохо так видно. Здесь так темно. В камере хотя бы. В примерочке. Даже не отсвечивает или что. Ну, в общем, здесь тоже такая тонкая голубая полоска. Вы видите? А здесь вот такая вот белая полоса. И вот она, значит, здесь она так сделана. Необработанный край. А вот здесь край тоже необработанный. В общем, очень интересная юбка. Сейчас я вам покажу жакет. А, состав тоже. Там немножко вискозы. В основном полиэстер. Такой же, как у брюк вот у этих. Но на ощупь выглядит, как будто бы какая-то шерсть такая. Тихо-роскошь. Kind of. Что-то вроде того. Так, жакет стоит 99-100 долларов. Размер Large. Yamamoto. Вот я вспомнила японского дизайнера, которого я имела в виду. Ну, может быть, не совсем это Yamamoto. Но вот что-то в таком стиле. Я вам сейчас покажу этот жакет. И вы поймете, что я имею в виду. Здесь он спереди. Просто короткий жакетик. Так, в такую вот полосочку. Состав такой же. Немножко вискоза основная. Остальное синтетика. Где-то 30% вискоза. Значит, видите, здесь он вот так вот вшит. Вот такая вот необработанный край. И, внимание, сзади. Сзади это вот такая вот из плащевки. Вот такой вот боммер. Вот здесь вот у него какие-то зашиты выточки. И вот здесь вот у него сделана резиночка такая, знаете, из хлопка, из ткани. Вот здесь вот они соединяются. И рукав то же самое. Вот здесь вот рукав жакета. В общем, трансформер. Здесь, видите, такие вот петли-петли. А потом раз, и рукав переходит вот в рукав боммера. Сзади он черный. И вот здесь вот такая вот резинка. Прикольно же, правда? Это просто такой трансформер. Я в восторге. Мне так нравится эта. Вообще идея. И все вот это вот. Смотрите, здесь жакет. Хорошие большие плечи. В общем, прикольно. Прикольно, конечно. И с этой юбкой. Как мне понравилось. Просто супер. Просто супер. Все, девочки, напримерялись. Вы не представляете, как здесь холодно в примерочной. Я просто задубела, пока переодевалась. Я не знаю, зачем. Все время мне хочется сказать в камере. У меня такая, оговариваясь, в примерочной холодно. Короче, все. Мы намерились. Я показала вам все, что могла. Все, во что влезла. Во что не влезла, не показала. Показала на вешалке. Были удачи, были неудачи. Вот эта коллекция у них. Вот этот жакет, юбка, брюки и рубашка. Они все висели вместе уже перед самой примерочной. Я так снимала, снимала. И это не видела. Потом увидела, когда уже шла в примерочную. И цепанула. Думала, что будет только джинса. Но я, конечно, не могла пройти мимо вот этого вот интересного. Вот этих моделей. В общем, вот такие вот сегодня интересные примерки. Тут, в общем, Зара, если она еще немножко дошлет чего-нибудь в эту коллекцию. Я буду очень внимательно следить за тем, когда это выйдет на распродажу. И даже, может быть, ну, в принципе, знаете, 100 долларов для Зара жакет. Вот сейчас это недорого. У нас жакет и подороже стоит. И юбка там, по-моему, сколько получилось? У нас 79. А я не помню, я сняла вам жакет, артикли или нет. Сейчас подам. Вот, держите на всякий случай, если я не сняла. Значит, это стоит 100. А юбка стоила... 80. Ну, в общем, по-божески. Знаете, при нынешних ценах это вполне даже. Ну вот. Все, девочки. Люблю, целую. Надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вам понравилось. С вами была Дита. Всем привет с Канады. Всех целую. Пока-пока-бай.